Девушки отдыхают И мороз нипочем. Первенство края подзюдо собрало неожиданно много девушек. Такой народ красавец. Тяжело с ними работать. Меньше машин и людей. Без особой надобности жители на мороз стараются не выходить. Как обезопасить себя от суровой стужи? Советы специалистов. Выслушал Кирилл Политов. Ледниковый период не спешит уходить. Первыми молчаливы протесты объявили автомобили. Стоящая на улице техника в такой мороз отказывается заводиться. Разогнать железных лошадок можно только теплом. Поэтапу с приходом стужи набирает обороты так называемый морозный бизнес. На языке шоферов профессия Егора – отогревальщик. Конкурирующих фирм говорит сейчас масса. Неудивительно, на рынке стоимость этой услуги в среднем одна тысяча рублей. И количество таких пидстопов порой доходит до нескольких десятков в день. Чтобы не выбрасывать деньги на мороз, Егор дает несколько простых советов. К вечеру температура падает буквально на глазах. Впрочем, даже такие морозы аномальными считают не все жители Алтая. И все же есть в этой стуже и положительный итог. Морозы сдерживают рост заболеваний ОРВИ. При минус 30 вирус не так активен, как в минус 20. Кирилл Политов, Николай Шелко, Александр Морозов, информационный канал «Город». Сильные морозы сопровождались целым рядом аварий. Одна из них, напомним, произошла 29 января на так называемой бесхозной теплосети на улице Смирнова. Пострадало двое детей. На аппаратном совещании губернатор Александр Карлин поручил Барнаульскому градоначальнику разобраться с неучтенными коммуникациями. По нашей же оценке, для того, чтобы их узаконить, необходимо примерно 90 миллионов рублей. После вчерашнего поручения мной принято решение, во-первых, ту программу, которая у нас есть, усилить и на 2014 год дать дополнительное поручение. Я его, в принципе, уже дал, изыскать возможность увеличить финансирование на 2014 год хотя бы в два раза. Помимо этого, сегодня у нас уже разработана программа, она шестилетняя. Я понимаю, что это слишком большой срок. В понедельник на аппаратном совещании председатель комитета по муниципальному имуществу будет докладывать эту ситуацию. А мы продолжим. Реалити-триллером называют свое лечение от рака один из наших земляков. Большинство людей, больных онкологическими заболеваниями, о проблемах замалчивают. Несмотря на многие препятствия, во всемирный день борьбы с онкологией нашему корреспонденту Юлии Гадар удалось встретиться с тем, кто не побоялся говорить в открытую. Я обычный человек, мне 30 лет. Я бы дошел к такой черте, что четко осознаю, если я не протяну руку, то протяну ноги. Пишет Александр в своем уникальном интернет-проекте, который он назвал реалити-триллер «Лечу рак». Каждая запись – очередная серия. В сентябре мужчине поставили диагноз – острый лейкоз. С тех пор у него нет своей крови, только перелитая. Доноры требуются постоянно, поэтому он взял себе псевдоним – Близнец. Брат по крови всем, кто помог с переливанием. Его сайт – не просто жалоба на жизнь. Близнец поднимает острые вопросы. Например, как купить здоровье, когда лишился работы. Пенсия по инвалидности – 10 тысяч, зарплата жены-воспитательницы в садике – 7, а анализ по пересадке костного мозга на совместимость с донором стоит 50 тысяч рублей. Александр – один из немногих, кто может и хочет говорить о проблемах и решать их. Однако руководство больницы не дало нам официального разрешения на съемку, хотя посещать пациента не запрещено. Главный аргумент – неэтично и неэстетично показывать человека с тяжелой болезнью. Ну, специфика заболевания такая, что может пойти кровь и долго не останавливаться. И лечиться нужно оперативно. Но вот за все лечение за 4 месяца у меня третий раз такая ситуация, когда не останавливается кровь, ждать приходится до 3 дней. Это критично. И за это время можно вспомнить всех богов, начиная с олимпийских, и пересмотреть свою жизнь на несколько раз. Столкнувшись с тяжелой болезнью, Александр понял, что спасение пациентов во многом усилие самих пациентов. Вместе с волонтерскими молодежными движениями он создал группу в соцсети под названием «Десять доноров», где каждый может не только разместить объявления с указанием необходимой группы и резуса, но найти и привлечь 10 человек, готовых сдать кровь. Пока близнец помогает спасать других, российские врачи, по его словам, не рисуют ему радужных перспектив. Мужчина самостоятельно разослал свои документы по зарубежным клиникам, ведь сдаваться он и собирается. Хочет, чтобы у его маленькой дочери был здоровый отец. Я сплю на твердой кушетке, потому что это очень полезно для позвоночника. По утрам и вечерам я занимаюсь на левом тренажере. Пока мой ежедневный лимит – это 10 километров. Сколько бы ни стоило лечение за границей, Александр будет искать средства и возможности. Сейчас небольшие перечисления в помощь близнецу приходят с разных уголков России. Реквизиты указаны на его сайте. Он понимает, чем больше людей узнают о его беде, тем выше его шансы на жизнь, которая действительно вынужденно превратилась в реалити-шоу, где зрители голосуют рублем, продлится ли она и появится ли на сайте новая серия. Юлия Гадар, Александр Морозов, информационный канал «Город». Задержали на 10 дней. Сегодня студенты Амалтайского государственного университета начали выплачивать стипендию. Между тем, ребятам из педагогической академии и технического вуза пока придется потуже затянуть пояса. Денежные средства поступят до конца недели. Сегодня пообещали ректорам в Министерстве образования. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в традиционном обзоре. Напомним, январский сбой в выплате стипендии коснулся только вузов, которые относятся к Миноборнауке. По причине, цитируем, в связи с принятым решением федеральным казначейством о регистрации соглашений между учреждениями и Миноборнауке. Сегодня в классическом после 14 часов деньги начали поступать на карты студентов. Тем, кто их еще не оформил, стипендию выдавали наличными. В государственном ее получают около 3,5 тысяч ребят. Размер выплаты варьируется. От 1300 рублей базовая до 15-20 тысяч повышенная. Тут подставить плечо университет, конечно, мог, но он бы тогда другие направления деятельности немножко подкосил. Конечно, это деньги целевые. Мы просто какие-то ресурсы задействовали дополнительные, организационные, административные, для того, чтобы выплату стипендии организовать как можно скорее. А на базе педагогической академии создан Западно-Сибирский ресурсный учебно-методический центр по психолого-педагогическому образованию. В его состав вошли 9 вузов. Из Новосибирска, Омска, Горного Алтая, Красноярска, Тюмени и других городов. Председателем избран директор Института психологии и педагогики Педуниверситета Людмила Калмогорова. В самое ближайшее время в академии должен быть открыт кабинет, где будет размещаться ресурсный центр. В планах его работы – организация и проведение мероприятий международного и всероссийского уровней, издание научной, методической и учебной литературы, а также обмен студентами и преподавателями. В перспективе мы создаем совместные программы, начинаем мы с магистрских программ. В частности, сейчас прорабатываем вопрос о создании совместной программы с магистрской, с Новосибирским педагогическим университетом. И это будет реальная возможность обмена преподавателями и студентами. И вновь о классическом университете. В самое ближайшее время здесь состоится открытие лаборатории по изучению археологии Алтая с древнейших времен. Напомним, в конце прошлого года ученые госуниверситета получили грант правительства России 90 миллионов рублей на выполнение проекта «Древнейшее заселение Сибири». Создание лаборатории – первый шаг на пути его освоения. Также археологи планируют выпустить трехтомник и провести Всероссийский археологический съезд. Ольга Калачева, Александр Антропов, информационный канал «Город». Наступила пора ежегодных отчетов глав барнаульских районов. Их финалом станет доклад главы администрации города Барнаула. О первом о проделанной работе сегодня отчитался глава индустриального Александр Рождественский. Для наглядности, в 132-й школе, где проходил отчет главы, подготовили экспозицию достижений года. А их было много в 2013-м. Главное – это строительный бум. В этом году пальму первенства по темпам строительства у индустриального никто не смог отобрать. Прирост, как говорят здесь, районы торговыми площадями. За год на 58 торговых точек. Значимое событие – монтаж крытых катков. Требность у города в ледовых аренах под крышей большая. По сути, существует лишь один – дворец зрелища спорта. Благодаря подпитке из краевого и городского бюджетов преобразились внутри дворовые территории. Александр Рождественский в своем докладе отметил, что увеличилась в году минувшем пропускная способность шоссе «Ленточный бор». К сожалению, в 2013-м району не удалось обеспечить местами в детский сад всех желающих, несмотря на ввод в эксплуатацию двух семеных садиков. Мы приросли численностью. Окончательных статистических данных нет. Но по нашим подсчетам и по сообщениям миграционной службы мы уже перевалили за 200 тысяч населения. Все это, конечно, нас обязывает к тому, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы у нас была достаточная сфера обслуживания и достойная предоставления муниципальных услуг. Как начинающим предпринимателям открыть свой бизнес? Достойную идею на территории города можно воплотить разными методами, в том числе и при поддержке со стороны власти. Многие уже наслышаны, что в администрации Барнаула предоставляют гранты на развитие собственного дела. Одно из таких начинаний воплощено в краевой столице сегодня. Открылась новая мини-пекарня. Все чаще эта церемония значит, в городе появилось не только крупное социальное учреждение. Сегодня ленту перерезали, чтобы отметить важное прибавление в сфере предпринимательства. На сей раз это булочная пекарня. Подобных производителей выпечки в Барнауле порядка полусотни, поэтому каждый старается привлечь чем-то особенным. Ребята, которые открыли дело, в первую очередь привлекли внимание властей. Вообще, производство хлебобулочных изделий и развитие мини-пекарен является одним из приоритетных направлений в развитии малого бизнеса в городе Барнауле. Потому что это повышает доступность населения к непосредственно хлебобулочным продукциям. Чтобы воплотить мечту о собственном бизнесе, начинающие предприниматели получили грант 300 тысяч рублей. Средства направили на покупку оборудования печи и холодильника. Говорят, чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо несколько условий. Идея, которая имеет приоритетное направление – возраст до 30 лет. И тогда нет ничего невозможного. Главное не сидеть сложа руки. И тогда всего можно добиться. Это не очень трудно, это реально. То есть это не какая-то мифическая сказка. Я теперь уже мог на своем опыте в этом убедиться. И говорю о том, что да, если есть идеи интересные, не надо бояться, надо пробовать, искать каких-то финансирований. Кстати, за помощью в администрацию города обратились в декабре 13-го. И уже к февралю текущего смогли наладить бизнес. Последняя инвестиционная комиссия, напомним, как раз проходила под занавес уходящего года. Подобные гранты получили еще более 20 соискателей. Так что в ближайшее время в краевой столице должны появиться швейный цех, производство пенобетона, современное прачечное самообслуживание и другие проекты, в том числе и социальные. Откроется семь групп дневного пребывания малышей. Это так называемые частные детские сады. Общее количество мест, которые будут открыты, это 185. А вообще за два года у нас 387 мест в детских садах открыты благодаря этой поддержке. В приоритете, по словам специалистов, не только социальное направление, но также производство и инновационные бизнес-идеи. Гранты – лишь один из способов финансовой помощи. Программа по развитию предпринимательства в Барнауле существует несколько лет, пополняется новыми видами поддержки. И многие при желании смогут найти для себя наиболее привлекательные условия. Лариса Куренкова, Павел Лауранин, информационный канал «Город». Чем запомнится год культуры барнаульцам? Какой конкурс объявили в Краевом драматическом театре? Какому событию посвятил персональную выставку «Денис Октябрь»? Об этом и не только. В обзоре событий культуры рассказывает Елена Кузовкина. Год культуры по-барнаульски – это 50 общегородских мероприятий, не говоря уже о районных. Традиционный весенний фестиваль народного творчества. Концерт академического хора, оркестра духовых инструментов, Государственной филармонии Новосибирска. Отмечать будем любые даты и события. К примеру, в честь юбилея русских классиков Пушкина и Лермонтова пройдут конкурсы молодых поэтов и чтецов. Победители получат премии. В общем, культурного дефицита в 2014-м не ожидается. Впрочем, такового не наблюдалось и в предыдущие. А вот именно в этом году планируют уделить особое внимание оплате труда работников культуры. По словам специалистов, зарплата многим несправедливо занижена. Материально-техническая база ряда учреждений оставляет желать лучшего. Некоторым уже давно требуется реконструкция. Так что в году культурном будет и на их улице праздник. Помимо проведения масштабных акций, праздников, фестивалей в год культуры, работа комитета будет направлена на обновление музыкальных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств, компьютеризацию и модернизацию материально-технической базы, оснащение звукоусилительной аппаратуры муниципальных учреждений культуры, сохранность культурного наследия, совершенствование дополнительного образования. В Краевом драматическом театре объявили очередной конкурс. На этот раз зрителям предлагают выступить в роли театральных критиков. Тех, кто побывал или только планирует сходить на спектакль под названием «Эти свободные бабочки», просят составить письменное впечатление. Народные рецензии можно присылать до конца февраля на адрес электронной почты, который на ваших экранах. Лучшее опубликуют на официальном сайте театра. Победителя определят интернет-голосованием, он получит пригласительный билет на очередную премьеру. В молодежном театре готовятся к юбилею. 75 лет исполняется заслуженному артисту России Владимиру Лопатину. Как и полагается в актерских кругах, важную дату он отметит на сцене в роли Фамуса в «Гурятума» 11 февраля. Кстати, это не единственная юбилейная дата. Артист 45 лет посвятил молодежному. Что любопытно, театроведы называют его «человеком скрытых страстей». Он лиричен и обаятелен. За искренность Лопатина любит зритель. В галерее Турина гора персональная выставка Дениса Октября. Ее посвятили 20-летию со дня открытия художественного салона. «Монохром» — это 25 произведений, написанных преимущественно в 2014 году. Если честно, на нас экспозиция произвела неожиданное впечатление. Мы привыкли видеть картины Дениса Октября яркими, позитивными. На этих цветовая гамма не столь разнообразна. По словам художника, он уже давно хотел организовать выставку не цветных картин. Оказывается, это одна из линий его творчества. А старый город уже давно не дает покоя поэтичной и лирической душе живописца. Это не просто какой-то город конкретный. Это не Барнаул ни в коем случае. Это не Петербург, не Москва, не Нью-Йорк. Это собирательный образ города, место, в котором мне бы хотелось побывать. В том времени побывать, при этом ничего не нарушив. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». У будущих олимпийских чемпионов на Алтае новоселье в краевом училище Олимпийского резерва появился современный спортивный центр. Торжественное открытие состоялось сегодня. На церемонии побывал и наш корреспондент Илья Кочетков. Училище Олимпийского резерва существует больше 25 лет, но, наверное, впервые воспитанники и тренеры искренне говорят, у нас появился свой дом. Алтайские дзюдоисты только накануне вернулись с первенства Сибири. И первая же тренировка на родине в новом зале специально предназначенном для занятий по единоборствам. Мне очень понравилось. Я думаю, понравилось всем, потому что в Алтайском крае очень мало спорткомплексов. Такие, где действительно уютно, где есть хорошие раздевалки, где душ есть. Главное – тепло. Как бы на улице минус 30, здесь прекрасно. Мы босиком ходим. Залы для занятия, раздевалки, душевые, сауны с бассейном. И это не полный список. Новый комплекс обошелся федеральному и краевому бюджету примерно в 101 миллион рублей. А на специальное оборудование потрачено еще 14 федеральных миллионов. Но, как признался Александр Карлин, это не те траты, о которых жалеешь. Скорее, жаль, что не можешь ждать больше. Долгое время юные спортивные дарования тренировались на чужих площадках. Приходилось добираться, приспосабливаться к чужому расписанию. Теперь все свое. Работай в волю и готовься побеждать. Более того, теперь они сами смогут принимать гостей. Рядом зал тренажеров. В любое время можно и железо потягать, и пробежаться. Кстати, этот тренажер – гордость комплекса. Настоящая профессиональная беговая дорожка, несравнимая по качеству и параметрам с теми, которые используют обычные люди. И, наконец, большой универсальный зал. Он полностью оснащен для проведения соревнований по баскетболу, теннису, даже боксу. Список можно только продолжать. Губернатор именно в этом зале объявил радостную новость. По результатам его встречи с президентом Путиным принято решение о строительстве в Барнауле нового футбольно-легкоатлетического манежа. Наши климатические погодные условия не позволяют вести тренировочный процесс круглогодично. Манеж эту тему решает, поскольку он в крытом варианте и позволяет работать круглый год. Легкая атлетика – то же самое. По словам губернатора, это будет абсолютно новое строительство. Участок, положение которого не уточняют, уже зарезервирован. Сам комплекс планирует оптимально вписать в существующую в этой части города спортивную инфраструктуру. Илья Кочетков, Александр Морозов, информационный канал «Город». Далее тоже о спорте. Титулованный бурнаулец Сергей Шубенков снова не смог выиграть домашний турнир «Русская зима» в Москве. Неожиданно он не вошел и в призовую тройку. Его время четвертое – 7,64 секунды в беге на 60 метров с барьерами. Юрий Борлис продолжит спортивную тему. Пришлось продать всех коров с фермы родителям американской сноубордистки Кейтлин Феррингтон, чтобы дочь поехала на зимние олимпийские игры в Сочи. США не финансируют национальную команду, и непопулярные спортсмены вынуждены буквально побираться, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту. Спортсменка сказала, я была похожа на торговку рогатым скотом. Рано утром мы загружали корову в грузовик, а отец отвозил на рынок и продавал. Вашему вниманию кадры второго тура ветеранского турнира по мини-футболу для тех, кому от 40 лет. И здесь ведь живет интрига, удовольствие от любимой игры, крупный счет. Например, смена из Троицка зарубилась в ничью 4-4 с барнаульской командой Эларанта. В других матчах стороны забили 10 мячей на двоих, 12-16. Рубин-2 вел 4-0 в матче с Новоалтайском, еле ноги унес 5-4. А вы говорите, старики, старики, да у них огонь в глазах. Если и ногами уже не все задумки получается воплощать, так с задором берут. Смотреть футбол дома, конечно, интересно, наверное, тепло, попивать чай. Но приходить в зал или летом приходить на стадион и играть – это совершенно другие эмоции, это совершенно другой. Ну, во-первых, адреналин, драйв. У тех, кто играл когда-то, он не проходит. Не везет в любви, повезет в дзюдо. На первенство края собралось по 12-15 участниц в одной весовой категории. Зальчик региональной спортшколы трещал, в то время как и морозы занимались тем же самым за окном. Девушек, увлекающихся дзюдо в районах, появилось много, ведь вдохновляют примеры успешных выступлений россиянок на международных аренах. Глядишь, сама окажешься через время на серьезном пьедестале. Это при условии, если получается. А если не везет в дзюдо, значит работает обратная схема – везет в любви. Ну, очень сложно девчонку удержать. Это такой народ красавицы. Тяжело с ними работать, когда они взрослеют. Они нравятся многим мальчишкам. Кроме девушек соревновались и парни. Специальные призы надежды тренера получили два Алексея Коротких и Алексеев, воспитанника многолетнего проекта «Витязь» Игоря Ватикова. Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал «Город». И о погоде. В среду в Барнауле ясно и без осадков. Юго-восточно умеренный ветер. Ночью от 29 до 31, днем от 17 до 19 мороза. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.